Москва настаивает на том, что долг является газаймом, ведь деньги на него были выделены из Фонда национального благосостояния. Но в Киеве считают, что его следует реструктуризировать на общих основаниях, как это было с долгами перед частными западными кредиторами. «Если Украина сейчас согласится отдать эти три миллиарда, тогда остальные кредиторы скажут, погодите, теперь вы должны заплатить нам немедленно, так дело не пойдёт». Большинство экспертов поддерживают точку зрения Киева. Но даже те из них, кто с пониманием относятся к позиции Москвы, признают, мораторий на выплату российского долга не сильно навредит Украине. «Украина уже фактически отрезана от рыночных источников финансирования, потому что её рейтинг очень низкий. И прежде всего получает финансовую помощь из официальных источников, как я уже сказал, от международных экономических организаций и от западных правительств». Именно позиция Международного валютного фонда и западных правительств и станет решающей в том, как Киев будет обходиться с проблемой долга перед Москвой. А Запад, уверяют эксперты, в этом вопросе явно выступает на украинской стороне.